Всем привет, с Новым Годом! Дима, с Новым Годом! Спасибо, что пригласил меня встретиться еще раз. Спасибо тебе большое, что пришла, и сегодня мы хотим подвести итог 2023 года, чтобы в свою очередь предложить вам несколько интересных идей, рассказать, какой у нас был с этим опыт связан, и предложить еще какой-то подарок в конце нашего видео. Поэтому дождитесь, либо перемотайте у кого как будет получаться, а мы начинаем. Итак, Дарья, подскажи, пожалуйста, вот 2023 для аморгиз-специалиста. Какой был год? Как тебе? Я думаю, что я никого не удивлю тем, что 2023 год — это был год огромных испытаний для аморгиз-специалистов. То есть если в конце 2022 года все работники сферы недвижимости, в том числе аморгиз-специалисты, пребывали в большой печали и думали, что мы достигли пика, то 2023 год открыл нам совершенно иные вершины в прямом и переносном смысле. И, соответственно, это было сопряжено с огромным количеством сложностей для наших клиентов, которые не могли квалифицироваться на ипотеку с такой же легкостью при тех же самых зарплатах, как и раньше. То повлияло в целом на работу риэлторов. Я думаю, что ты согласишься со мной. Многие люди отложили свои покупки. Однако я очень благодарна этому году. И пусть он был не самым простым, но он позволил мне научиться работать еще более креативно, выискивать какие-то иные финансовые решения, более плотно работать со своими клиентами, тратить время в еще большем объеме на объяснение им того, какова будет стратегия их покупки, и что произойдет, если они будут следовать плану А, Б или С. Также я встретила много классных людей, классных коллег. Прежде всего, благодарна тебе. Я очень рада, что наши пути с тобой пересеклись в этом году. Взаимно. Спасибо. И очень рада, что те люди, которые бежали от войны на Украине еще в начале прошлого года, многие из них, благодаря моим усилиям и твоим усилиям тоже, смогли приобрести жилье в Канаде уже в этом году. Действительно, год был непростой. И действительно много чего было, я бы сказал, интересного. Если слово «проблема» заменить словом «приключение», то жизнь становится значительно интереснее. То есть у нас было много приключений, которые успешно, надеюсь, мы успешно разрулили. Если с точки зрения персонального опыта, возможно, добавим немножко, были ли те вещи, которые были проделаны тобой, или придуманы, или там, не знаю, осуществлены по-другому. Да, были свои сложности, были люди, которые не смогли купить, которые отложили свою покупку. Но таких было меньшинство. Я все-таки убеждена, что такое, знаешь, детальное планирование и обговаривание всех плюсов и минусов на берегу – это абсолютная основа того, чем мы с тобой занимаемся. А как было у тебя? Да, интересный год. Я могу сказать, что, как у меня там, обычно это год за два, то этот, наверное, год был год за три или год за четыре. И первый – это был переезд, то есть, второе – это было понимание вообще рынка, недвижимости этого района. Третье – это все нужно было сделать быстро и одновременно. Но мне показалось, что это дало много опыта. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Этот рынок и этот год был очень нелегким, но он нас сделал сильнее. Он научил нас находить способы, решения, возможности. Сейчас для большинства моих клиентов, те, которые планируют покупку не кэш, а смотришь к специалистам, для них сложно именно получить кредит. То есть сейчас это стало еще более актуальным, быть в курсе событий, знать вообще ситуацию на рынке, найти человека, который вам эту работу и ситуацию на рынке расскажет, объяснит, пояснит, найдет время на это. Но на сегодняшний день это вот просто нужно найти способ решить свою задачу. И, скорее всего, при первом подходе, втором, иногда даже и третьем, возможно, она не будет решена. Но, тем не менее, это как бы сейчас, мне кажется, это здоровый маркет с желанием покупателя купить, с желанием продавца продать и с желанием тех людей, которые их сопровождают, решить вопрос, согласовать и сделать, и добиться успеха. Да, Дима, интересно, что ты подметил, этот год был настолько приключенческим, что позволил нам накопить опыта даже не за год, не за два, может быть, за три, за четыре, за пять. Зато сейчас мы можем поделиться накопленным опытом с теми, кому интересна тема недвижимости. У нас есть подарок? Мы сегодня решили наш опыт за два-три года упаковать в подарок. Подарок для вас. То есть для этого нужно просто написать нам смс-ки, телефоны ниже, вот подписанные они под названием. Либо можно на электронную почту просто отправить слово «хочу подарок». Мы отправим вам всю ту информацию, которая может быть вам полезна при покупке недвижимости, либо при получении моргиджа. Это не советы, банальные советы, да, улучшить свой кредит-скор или, не знаю, покупай, когда все продают. Это будут советы конкретно, исходя из текущего года опыта, предыдущих годов опыта, чтобы вам дать немножко больше, чтобы вам стало немножко понятней, как покупать в следующем году. Потому что, я думаю, тенденции сохранятся. 2023 это будет какое-то отражение, 2024. И если у вас получится найти лучшее из того, что было в том году, перенести это на следующий, возможно, это вам поможет улучшить вашу ситуацию при торге, при покупке недвижимости или при получении моргиджа. Дарить приятно. Я буду рада подарить те советы, которые я смогла собрать за годы работы в этой сфере. Пишите волшебные слова «хочу подарок» и мы будем рады с вами им поделиться. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Потому что мы точно знаем, либо к кому вас отправить, либо мы точно знаем, что вам посоветовать. В любом случае, будет либо быстрее, либо дешевле. Всем хорошего дня, до следующей встречи, до следующего года. Пока-пока. До следующих встреч. Увидимся в следующем году. Пока-пока. Пока-пока.